Егор, вас знают как руководителя крупных предприятий, вас знают как руководителя на данный момент проекта Мирового банка на ОКП Николая Ублтеплоэнерго. Вас еще знают как человека, который поливал газон на улице Соборной. Расскажите о себе, кто такой Егор Клицов? В двух словах, наверное, не получится, но я буду стараться. Во-первых, если меня характеризовать, я небезразличный человек. Я небезразличный человек, во-первых, несправедливости, во-вторых, к тем вещам, которые происходят и происходили в нашей стране. Это меня характеризует как активиста, волонтера, возможно, в каких-то нюансах. А с точки зрения своего управленческого ренуме, я человек, который с 2001 года, придя на Сандору и работая инженером-конструктором, вырос через несколько лет до управленца крупными индустриальными проектами. Например? Например, если мы берем Сандору, то оба завода, которые и в селе Николаевском, и Мешково-Погорелово, я участвовал в проектировании этих заводов. Конкретно была моей частью технологическая часть, то есть кухня, так сказать, приготовление. Ну, заканчивал я уже работу свою на Сандоре как руководитель комплексных проектов, то есть постройка всего завода, начиная от строительной части, заканчивая технологическим оборудованием. И также есть ряд примеров в Кока-Коле, которые я провел полтора года. Есть большой пример от Аденон, это реконструкция Кременчугского гормолокозавода. То есть таких примеров я могу привести много, это десятки миллионов долларов, которые были успешно реализованы. Чем гордитесь? Самое масштабное? В проектной, в плане работы, да? И в проектной работе, и в местной работе, скажем так. Наверное, горжусь тем, чем занимаюсь сейчас. Мой опыт управленца в частном секторе позволил мне прийти в окологосударственный проект, назовем это так. И я сейчас вижу на самом деле то большое несоответствие между процессами и процедурами частного бизнеса и государственными, крайне неэффективными процессами. Поэтому этим горжусь. Горжусь, что сейчас могу сказать, что я знаю, как сделать лучше, например, в коммунальной сфере, чтобы все работало эффективно, как в частной. Вот, да, горжусь тем, что делаю сейчас. Как вы оказались в аэропорту, когда туда прилетел Вадим Розеленский? В аэропорту я оказался очень просто. Просто я поддерживаю своего товарища на этих выборах. Не будем говорить, кто это, потому что дни тишины. Просто предложил приехать, поддержать его, увидеть, собственно говоря, президента. Что, собственно говоря, и случилось. Мы увиделись. И буквально после моих нескольких реплик, так же, как и все, какие-то задавали вопросы, выкрикивали какие-то реплики, моей задачей было донести до президента, что нам очень нужен губернатор. Потому что все процессы, к сожалению, в области, пока так есть, зациклены на губернатора. И нам нужен профессиональный губернатор. Ну, вот так произошел, скажем так, первый контакт с президентом. Визуальный контакт глазами. О чем вы говорили? Вернее, я так понимаю, после реплики, что вы готовы возглавить обл. госадминистрацию, президент вас подозрел к себе. О чем вы говорили? Да, это был смешной, на самом деле, момент. Первый момент был, когда я просто сказал, что нам нужен губернатор-профессионал, профессиональный управленец, а не певец. Президента заинтересовал, собственно говоря, формулировкой, почему не певец. Я говорю, ну, потому что певец у нас уже был, и мы видим результаты. Второй контакт, он объяснял кому-то, что поиски губернатора – это не такой простой процесс. Это, на самом деле, и квалификационная составляющая, мотивационная и желание, да, собственных человека работать. Слыша это, я, вполне серьезно и отдавая себе отчет, сказал, что такие люди есть, они готовы, и поднял руку. Он обратил на меня внимание еще раз, сказал, подайте о себе информацию на какой-то там ресурс, это я уже выяснил потом, куда мне необходимо было отправить информацию о себе. И, собственно, все на этом, как бы, для меня все тогда закончилось. Он сел в машину, я начал отходить от того места, да, где стояла машина, и буквально в течение, там, двух минут окно снова открылось, и он меня подозвал. И задал вопрос, кто я, что я, какое у меня образование, да, и почему я считаю, что я могу быть главой ОГА. Ну вот, вот так вот мы говорили с ним буквально в течение двух минут, короткое о себе резюме, я сказал, что я почти 20 лет топ-менеджер. Конечно, я чуть-чуть соврал, и это почти 20 лет, это весь мой трудовой путь. Топ-менеджером я являюсь порядка, там, 15 лет, да, около 15 лет. Ну, в целом, вот такой диалог у нас состоялся. Буквально, там, вчера, когда мы поставили новость о том, что, вот, был такой диалог у вас с президентом, было видно, что новость получает довольно широкий отклик от общественности, она заинтересовала, но в то же время появилась информация, которая ранее появлялась в средствах массовой информации, в средствах массовой информации, в социальных сетях, возможно, о том, что ваш профиль есть на сайте Миротворец, на котором размещают людей, которые обвиняют, уличают в каких-то сепаратистских настроениях. Как так получилось, что ваш профиль появился на сайте Миротворец? Наверное, стоит разделить на две части мой ответ. Первая часть, она несколько саркастичная. Я, ну, честно говоря, не хотел бы обсуждать то, что сегодня многие люди считают сливным бачком. И когда-то, возможно, Миротворец начинался как некая благая функция, которая должна была помочь службе безопасности Украины, нашим войскам. Но потом, к сожалению, Миротворец превратился именно в сливной бачок, и туда стали попадать те люди, которые так или иначе не угодны, назовем так, режиму Порошенко. И, ну, как бы, вот поэтому с одной стороны не хотелось бы говорить, с другой стороны, да, я там нахожусь. И причиной попадания тому туда являются сугубо мои личные эмоции, моя личная мотивация. В свое время при активных военных действиях на Донбассе я каждый день слышал по телефону своих родственников, которые живут в Дебальцево. Я наполовину из Дебальцево родом. У меня отец из Дебальцево. Я провел там половину своего детства. Поэтому для меня это моя вторая малая родина. Первая моя малая родина – это Николай, вторая малая родина – Донецк, извините, Дебальцево. Поэтому я, как человек небезразличный и как человек привыкший действовать, ну, тогда не нашел для себя ничего лучшего, как постараться объединить максимальное количество людей, энергетически объединить вокруг идеи мира, вокруг идеи переговорного решения конфликта, а не решения силового. Мне кажется, разум, он всегда между двумя сторонами конфликта. И кто-то должен был выступить с этой инициативой и перевести как-то этот конфликт в русло переговоров. Я считаю, у меня это получилось. И буквально сразу после того, как начался Минский процесс, я посчитал, что я больше ничего не могу сделать. Потому что тогда это было не модно. Для меня это имело негативные последствия в моей личной жизни. И в семейной, к сожалению, и в карьерной я в порядке года находился без работы, потому что так получилось, что миротворец тогда имел определенное влияние на сознание людей. И никто не хотел разбираться, что там написано, правда ли то, что там написано. То есть люди считали это неким штампом. Поэтому я в первую очередь тем, кто распространяет эту информацию обо мне, я не держу на них зла. Там 90% правды написано. Там написан мой карьерный путь. Единственное, с чем я не согласен, это с тем, что я сепаратист и антиукраинский пропагандист. Я сын своей Украины. Я люблю ее по своей сыновь и любовью. И для меня неприятно слышать, что я антиукраинский пропагандист. А сепаратист, к сожалению, опять же, это некое клише, в котором мало кто разбирается, что на самом деле значит сепаратист. Я человек, который с первых дней противостояния на Донбассе выступал за то, чтобы Донбасс остался в Украине. До сих пор этого очень сильно хочу. Я не знаю, получится ли это у нас, к сожалению, много горшков побито. Но я не могу себя считать сепаратистом. Я считаю, как раз определением этим надо называть чуть других людей, которые в свое время легко выдавали билеты, чемодан, вокзал, Россия. Людям, разделяя тем самым нас. Поэтому вот так вот я попал на миротворец. Да, я там есть. Вы предпринимали какие-то действия для того, чтобы ваш профиль пропал с миротворца? Сугубо такие. Я писал, когда это действительно мне стало мешать. Я человек, который отвечает в первую очередь за свою семью. И да, я, скажем так, сожалел, что именно в таком формате я занимался определенными миротворческими действиями. И писал администраторам, просил разобраться, просил послушать все то, что я, например, говорил на телемостах, что я договаривался ввести медикаменты не в госпиталь города Донецка, а раненым бойцам в ИСУ, которые находились на тот момент в плену и на лечении в госпитале. Есть прямая речь в телемостах, где я об этом говорю. Поэтому, да, я вот как бы пытался таким образом обратить их внимание на истину, чтобы они меня убрали оттуда. Ну, естественно, никаких ответов я не получал. В одном из видео вы назвали людей, которые воюют с той стороны, ополченцами. В Украине же принято их называть террористами-боевиками, членами незаконных вооруженных формирований. Почему вы их назвали ополченцами? С формулировками на самом деле вопрос действительно сложный. Я боюсь кого-либо обидеть своими формулировками, в принципе. Это может быть неприятно хотя бы тем ребятам, которые воюют. Я имею в виду войска Украины. Но на тот момент у меня действительно было два товарища, которые воевали один с одной стороны, другой с другой. И это... Я не отрицаю того, что там были россияне. В виде спецсоры, в виде серьезных каких-то квалификационных профессионалов, да, всем этим действием руководят российские ребята. Но реально подают снаряды и держат автоматы дебальцевские, енакиевские, любые другие, украинцы такие же, как и мы, по сути. Поэтому на тот момент я их считал некой силой сопротивления, да, то есть называл их ополченцами. Еще раз, если кого-то эта формулировка не устраивает, я таких людей понимаю. Хорошо, давайте тогда расставим все точки над «и». Что сейчас происходит на Донбассе? Сейчас на Донбассе происходит, в первую очередь, идеологическое, на мой взгляд, противостояние, которое переросло в силовой конфликт, которое, конечно же, поддерживается, к сожалению, поддерживается. С российской стороны, я больше, чем уверен, что оно кому-то было выгодно и здесь, и с прошлой власти, потому что я менеджер, и определение конфликта для меня очень простое. Конфликт – это противостояние двух сторон, в котором заинтересованы обе стороны. Настоящий конфликт. Все остальное – это не конфликт, он быстро исходит на нет. Поэтому, может ли в вашем определении заинтересована быть только одна сторона? Думаю, нет. Думаю, нет. Я надеюсь, что тот вектор, который поддерживает сейчас президент Зеленский, который вот еще был начат нашими, в том числе, силами людей мира, которые я тогда возглавлял, этот процесс все-таки уменьшит, с одной стороны, количество заинтересованных в нашей стране в вооруженном конфликте. То есть президент четко даст понять, что мы настроены, эта сторона настроена на мир. И я верю в то, что как только одна сторона покажет свою искреннюю заинтересованность в переговорах, в нормальном диалоге, то у второй стороны выбора уже не будет просто-напросто. А что будет дальше, по-живому видим. Я желаю в любом случае Зеленскому сил и успехов. А Владимиру Путину, наверное, хочется пожелать уже наконец-то мудрости, мозгов и воспринимать нас как равного партнера, как не потерявшегося какого-то ребенка, а равного партнера. И тогда возможен диалог. На данный момент вы поддерживаете связь с родными дам? К сожалению, только телефона. Я уже много лет не видел бабушку. Последний раз я ее видел, мы забирали, когда была активная фаза боевых действий, когда там просто утюжили с обеих сторон Дебальцева. Мы ее забрали на короткий период. Потом, когда там события повлеглись, мы ее отвезли. То есть я ее видел там лет, ну, года три назад последний раз. Даже больше, нет. Лет пять, лет пять, наверное, я ее видел. Ну, когда это было? 2015 год, вот, мы ее, да? То есть четыре года, получается, я ее не видел. Не могу туда поехать по причине того, что сегодня я персон на нон-грата. Потому что, с одной стороны, думают, что я какой-то шпион, и был в Донецке с некой шпионской миссией. Ну, я говорил, я стал между двух огней, на самом деле. То есть я не поддерживал ни тех, кто дает приказы, ни тех. Я правильно понимаю, на данный момент вы в каком-то списке и с той стороны? Да, да. Я понял. Почему я спросил за связь с родственниками? По их настроениям, что можно сказать? Можно сделать какие-то выводы, готовы ли они к чему-то? Мы стараемся сейчас не говорить вообще о политике. Мы стараемся не говорить о настроениях. Я считаю, что должно пройти какое-то время, чтобы можно было о чем-то снова говорить. Потому что сейчас обида с двух сторон еще до сих пор. А на это открытая рана. То есть на нее нельзя ничего сейчас там сыпать. Ей только надо дать время успокоиться. Поэтому я даже не могу сейчас говорить. Мне кажется, время нам просто скажет. Готовы мы к единой Украине снова? Или это будет какой-то там, не знаю, другой формат? Чтобы закрыть тему миротворца и всех этих событий, жалеете ли вы о том, что вы делали в 2014-2015 годах? Нет, я не жалею ни о чем в принципе в жизни. Каждое мое действие несет за собой как положительные какие-то для меня результаты, так и негативные, из которых я делаю определенные выводы и становлюсь лучше. Я работаю действительно со своими ошибками, поэтому я не могу ни о чем жалеть. Тот опыт, который мне дан, пусть он даже нехороший в чьих-то глазах, и я его тоже могу объективно, например, оценить как нехороший, я его использую для будущего. Поэтому я не жалею, что было все именно так, как было. И буквально пару вопросов. Да, не хочется забегать наперед, говорить о том, что кто-то будет назначен главой ОГА, не будет назначен главой ОГА, просто несколько вопросов по этой структуре. Знаете ли вы, какая зарплата у главы обл. администрации? Ну, не будем говорить в цифрах, недостаточная для меня, назовем это так. И вы все равно готовы? Да, потому что моя зарплата это, ну, последние 10 лет, это несколько тысяч долларов в месяц. Я готов, я считаю, что есть механизмы, которые мы можем обсудить с тем, кто производит это трудоустройство, так скажем, да, то есть кто назначает. Но это вопрос серьезный, это комплексный вопрос. Это не только зарплата самого руководителя ОГА, это и зарплата специалистов, да. С чего, я считаю, надо начинать? Если мы посмотрим на тот же Сингапур, там делалось параллельно два очень мощных структурных шага. Первый шаг – это выравнивались зарплаты госслужащих и частного сектора, и второй – очень жестко работала вертикаль антикоррупционная, да. Поэтому они параллельно смогли вычистить, буквально за пару лет, вычистить качественно состав. И из частного сектора перетекли управленцы в государственный. Поэтому эту проблему надо только комплексно решать. Опять же, я думаю, человек, который заинтересован, я имею в виду президента, в том, чтобы качественно обновился состав руководящий, да, на местах, в первую очередь этот вопрос должен для себя поставить. Что иначе других вариантов, как воровать, у людей не будет. Давайте быть откровенны. Не могу не задать вопроса. Если не будет достигнуто соглашения по этому вопросу, все же будет предложена та заработная плата, которая есть? Я честно откажусь. Других вариантов я не вижу для себя. Если говорить о ликвидации такой структуры, как облгосадминистрация, по сути, вы хотите идти в структуру, которая ликвидируется? Да, я даже более того скажу. Я до недавних дней об этом не думал. Естественно, два дня назад на меня свалился определенный массив информации, который мне надо было обработать, понять, а что, если да. То есть, да, я сказал, я готов к этому. И своей основной стратегической задачей я бы видел как раз, да, действительно, ликвидацию этого, скажем так, архаизма, да, пережитка. Потому что есть закон о децентрализации, есть закон о местном самоуправлении. На самом деле все есть, правила игры есть. Их просто надо брать и доводить до логического завершения. А не сидеть и продолжать кормиться, перераспределяя те деньги просто-напросто, да, которые туда заходят. Ну, поэтому, да, я с этим абсолютно согласен. Можно сказать, что я бы туда шел именно для этого. Не для того, чтобы там какие-то наводить порядки в процессах, да, структурировать что-то. В первую очередь ее надо устранять. Смотреть, в каком, естественно, масштабе это должно произойти. Что-то наверняка должно остаться. Есть какие-то крупные инфраструктурные проекты, которые необходимо переложить, руководство этими проектами переложить на каких-то профессионалов, да, которые, возможно, должны как-то хотя бы представлять вот эту надстройку области. А все остальное делается спокойно на местах сегодня. И задваивание функций это уже... У вас есть команда, которая может вам в этом помочь? Я не мог за несколько дней, за два дня завести. Хорошо, по-другому вопросу. У вас есть кому предложить? Да, я как раз только и хотел сказать, что на примете, конечно же, есть люди, с которыми я там работал годами, которых знаю как профессионалов в каждом направлении. По сути, я как руководитель проекта всегда люблю говорить так. Я не разбираюсь ни в чем хорошо, да, глубоко. Наверное, в технике. Я технарь, у меня техническое образование. Поэтому моя задача как управленца собрать звездную команду, не команду звезд, а звездную команду, которая сможет взаимодополнять друг друга и давать результаты. Такие люди есть, естественно. В обоим. Спасибо за интервью. На здоровье. Спасибо вам, что позвали.